всем привет в этом видео я буду получать золото вот из этих образцов каменных которые еще подготовил осенью в них во всех есть золото понемногу наверно вот этот образец возьму эти не буду трогать потом в следующем видео покажу как марганцовку применять так называемый концентратор его вот к этим образцам материал раздробил в принципе почти рассыпается все растворяем его берем азотную кислоту примерно один к одному вот столько наверное это много ну не знаю добавляю вот дальше буду показывать берем соляную кислоту которая дымит ну все вот ставим на плитку и слегка греем главное не переборщить а то золото может выделиться в осадок ну все в принципе нормально пришло время фильтровать раствор я его только подогрел слегка вот он почти кипит этого хватит вонь стоит очень сильная будьте осторожны но вот этого хватает чтобы все золото растворилась уже и кипятить его в принципе не обязательно я думаю дальше пока кислота активная золото не выделиться просто так обычная бумага но под ней салфетка потому что бывает вот эта бумага рвется а салфетка очень устойчиво к кислотам стаканчик и начинаю фильтровать отфильтруется быстро и смотал очень сильная и будем выпаривать раствор это тоже вредная процедура момента ну вот фильтрация уже пошла капать он начал если бы я это не сделал скорее всего бумага бы порвалась то есть салфетку не поклал салфетка очень устойчиво я заметил фильтруется моментально сейчас покажу вам смотрите прям бежит аж видеть так вот здесь уже золото находится сколько его будет не знаю после очистки станет ясно и выделение не прошло и десяти минут я все отфильтровал обалдеть просто моментально и и самое главное как избавиться от грязи в растворе сюда переливаю для этого его надо выпарить до кристаллизации раствор почти выпарился еще чуть-чуть буквально несколько минут и все уже даже в принципе воне нету основная кислота выпарилась серьезно почти не воняйте я дым и я свой раствор выпарил он стал такой густой даже вон соль начала собираться и теперь выделяем всю эту грязь а золото останется в растворе добавляем воды вот так вот добавляем примерно вот так хватит размешиваем немного муть он станет такой мутный это уже грязь кое-какая выделилась что налипло тоже растворилась получился такой вот раствор теперь делаем следующее можно немного еще даже добавить соды чуть-чуть потому что раствор еще все равно кислый видите шипит но уже не так сильно и много соды лучше не сыпать но чуть-чуть так вот пару ложек добавить можно совсем немного воду все равно буду добавлять немного но я думаю в принципе хватит ложки две добавил две-три ложки на такой объем хватит чайные это нужно было сделать просто вода то что добавляется не страшно все равно придется еще добавить то пенится видите как мне кажется много не понадобится гидроксида калия пару ложек максимум но тогда золото придется выделять цинком из этого раствора размешиваем гидроксид калий гидроксид натрий применять я не пробовал а гидроксид калий работает сейчас все начнет восстанавливаться и останется просто отфильтровать эту субстанцию и в растворе будет только раствор с золотом ну еще могут быть некоторые минералы ну а так в основном вся вот эта грязь сейчас выделиться так сделали раствор добавляем вот видите он восстанавливает все вот это все субстанция вот вот она она не нужная нам я думаю еще надо добавлять все вот восстановилась еще вот гидроксид калий раствор насыщенный весь сразу лить не буду добавлю так все все выделилась вот вся субстанция видите это все грязь вы вы видите как много вы только посмотрите ребята смотрите это кошмар то просто каша наше золото вот тут находится все все выделилась ой вот это фильтровать придется ребята это ужас просто но в растворе только золото в растворе было еще много кислоты очень много начинаем фильтровать эту субстанцию красную красное это перит железо фильтроваться будет долго а может быстро я не знаю еще пока сперва может быстро пойти а потом будет очень долго а может быстро что-то пошло вот смотрите ребята обалденно мне это нравится и раствор идет прозрачный смотрите это наше золото с вами сам раствор он чистый это очень приятно смотрите возможно придется его потом выпарить и отфильтровать через уже салфетку а выпарить придется потому что раствора получится литра два со всей этой промывкой и все и будем выделять золото наше будем наверное выделять цинком и посмотрим что из этого получится посмотрим сколько золота в этом камне вы не поверите прошло всего часа три и я уже все отфильтровал вот раствор и вот сюда я переставил уже промыл на два раза еще промою на один раз сейчас буду это выпаривать это переставлю сюда просто вот так вот вот так вот сюда еще на один раз промою и хватит в принципе можно выкидывать я боялся что будет фильтроваться очень долго это сюда сейчас переливаю раствор слегка помутнел но это никак не повлияет ничего страшного давайте я вам покажу что это щелочной раствор берем полосочку одну ну такой вот слабо щелочной видите но тем не менее это ближе вот почти нейтральный вообще то есть почти что почти нет очень слабо щелочной но щелочной золото здесь находится ребята и раствор так и должен выглядеть сколько в нем может быть золото нельзя сказать вообще так я за вчерашний день все выпарил было достаточно много раствора вот сколько получилось и он такой мутный я думаю что его надо все таки отфильтровать пропущу через вот такую вот салфетку обычную и все раствор слегка желтый такой вот еле-еле а так почти прозрачный потому что щелочной раствор щелочные растворы они прозрачные здесь может быть сколько угодно золото сказать нельзя так ну в принципе фильтруется быстро эта муть задерживается моментально поэтому лучше я отфильтрую сейчас вот так вот минут за десять и наверное будем применять цинк фильтруется быстро раствор фильтруется очень быстро смотрите получается такой красивый прозрачный слегка желтоватый раствор в нем содержится золото наше снизу стали появляться кристаллы из-за того что стол холодный вот а раствор слишком плотный сейчас его разбавлю водой еще до фильтрую там промою на чашке тоже уже появились кристаллы потому что я уже все сюда перелил а на улице минус стоит а на улице минус стоит я все отфильтровал промыл хорошо фильтр вот какая-то муть задержалась белая я не знаю что это кристаллы растворились снизу раствор такой слегка желтоватый видите да такой еле-еле в этом растворе наше золото то есть этот метод достаточно эффективный возможно вы его полюбите и он будет одним из лучших только единственное гидроксид калий стоит достаточно много поэтому чтобы экономить это вещество лучше выпаривать раствор почти насухо тогда его уйдет намного меньше цинковая стружка все вся работа и ждем ребята прошло минут пять цинковая стружка слегка смотрите потемнело видите да золото и как будто слегка желтизна видна не знаю вот смотрите вот кажется как будто есть все таки еле-еле золото может быть не так много но оно есть на сто процентов это золото уже выделяется прошло часа три как вы можете наблюдать цинковая стружка стала такая черная но она как бы слегка коричневая это хорошо видно при очень сильном освещении но больше черная но это тоже хорошо это может быть золото наше как раз и раствор если вы заметили стал такой прозрачный практически он был слегка такой желтоватый зеленоватый если помните да а теперь стал уже практически прозрачный то есть то что нам надо выделяется и я не сомневаюсь что это золото вот это вот потому что я пробовал с настоящим раствором золото вне съемок поэтому появилась такая новая возможность получения золота новым методом использовать гидроксид калий поэтому я знаю что этот метод работает а сколько будет золота посмотрим уже в конце ну не так много но камень камень был самый обычный простой так прошли сутки я думаю что все выделилось смотрите раствор просто прозрачный коричневый осадок ну давайте перельем ненужный раствор ну к примеру сюда пока это так временно сразу не надо выливать сюда еще можно цинк бросить ну на ну в нём ну и ну 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 и и вот это нам и надо вот это вот берем азотную кислоту что давайте возьмем соляную сперва вот соляная добавляю так добавляем азотку азотка сейчас растворится быстро да то что я вижу это хорошо видите сейчас проверим хлорным оловом видите как мало но это обычный камень спецпорода у меня отдельно лежит займемся и вот хороший образец где вот этот вот в нем должно быть много и вот этот вот образец а еще есть еще лучше не знаю еще вот такие есть образцы вот вот здесь очень много золота и желтый еще вот такие есть вот из такой породы добывают золото это из карьера пар пар горячий раствор раствор горячий так ну давайте проверим берем хлорное олово и на этом конец этот метод работает на сто процентов я знаю это золото ребята плавить я не буду его здесь не так много но если обработать 100 килограмм можно будет получить неплохо но я говорил видите это просто обалденно не так много но и неплохо смотрите видите как видите способ работает это очень радует на этом конец если понравилось ставьте лайк попробуйте у вас тоже получится пойти способ работает на сто процентов поверьте мне я